Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Татьяна Богданчикова, дрессировщик попугаев и енотов на сух, и Александр Пеньков, один из участников комического дуэта «Конфуз». Здравствуйте! Мы очень рады видеть вас в нашей студии, очень рады, что вы приехали к нам в город с вашей удивительной программой. Вот если можно, несколько слов о том, что же зрители могут увидеть у вас на представлении. Я хочу сказать, что в нашей программе собрано очень большое количество экзотических животных. То есть это будут экзотические птицы, копытные животные, также будут и ламы, и верблюды, и лошадки, и пони. То есть также будут рептилии, быстро бегающий крокодил. Он иногда пытается перепрыгнуть через барьер к зрителю. Кубинский крокодил очень такой, да, шустрый. Вот, очень огромные питоны. То есть я сама таких давно не видела, что они такие прям и полненькие, и длинненькие, на пол манежа. Вот. Также у нас будут веселые клоуны и профессиональные акробаты, гимнасты. То есть будет не только интересно посмотреть детям, но и взрослым. Вы, извините, я, наверное, не представила еще одного участника нашей программы. Это... Это очень редкая порода ара, макао. Он находится в Красной книге. Дело в том, что это самый старый попугай из моих попугаев. Ему уже больше 50 лет. Вот. Он у нас пенсионер. Он у меня появился один из первых. То есть он у меня уже находится около 20 лет. То есть самый верный попугай любит только меня, признает только меня. И видите, он везде на телевидении, его можно спокойно брать без клетки. То есть он ведет себя очень хорошо. Но он, несмотря на то, что пенсионер все еще выступает? Да, он делает самое большее количество трюков. Вот как ни странно, что он старенький. У нас дело в том, что в номере попугая делает. То есть 2-3 попугая делают один и тот же трюк одновременно. Вот. А яш у нас обгоняет их всех по количеству этих трюков, по набору. Татьяна, если можно, расскажите, пожалуйста, в чем особенность дрессировки именно птиц? Птиц? Мне вот почему-то кажется, что с животными как-то легче должно быть, чем с птицами. Нет? Ну, вы знаете, попугай обладает очень высоким интеллектом. Двух-трехлетнего ребенка. Вот. И когда у тебя появляется контакт с этим животным, то есть он реагирует на твой голос. Он берет еду, он разрешает себя погладить вот против шерсти, да, то, что ему очень нравится. Видите, он получает удовольствие. И мне не приходится его заставлять. Я его просто прошу выполнить какой-то трюк. Мои птицы работают без прикорма. То есть многие дрессировщики пользуются прикормом. То есть он сделал трюк, ему дали покушать. Вот. Попугаи у меня работают на похвалу, на ласку. А что они умеют делать? Ну, основное, конечно, что они у нас все птицы у меня летают. Также у меня есть в номере орел, сип белоголовый, с большим размахом в крыле, тукан, токи, девочка. Вот. Они у нас все летают. То есть мы наоборот, когда они приходят в номер ко мне, я стараюсь их научить. Научить летать, выполнять определенные трюки. Александр, а если можно, расскажите о вашем дуэте. К сожалению, я сегодня в студии один, без своего партнера Алексея Круглякова. Потому что он находится на съемках в Москве. И просит извинения у всех телезрителей за такое свое поведение. На гастролях в Рязани мы первый раз. Нам очень понравился город. Город с огромной культурой. Купеческий город ваш. Замечательный. Хотим посетить Есенинские места, естественно. Что ждет от нас зритель? Я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы зритель смеялся. Ну, по крайней мере, улыбался. И подарить ему немножечко добра. Конечно же, что ждут от клоунов. Я думаю, именно это. Ну, то есть вы уже на протяжении довольно долгого времени, да, клоун. Вот скажите, со временем публика меняется? Их реакции на какие-то шутки становятся сложнее зрителей рассмешить? Или, может быть, наоборот, легче? Да, конечно. Во-первых, знаете, напрямую все связано с ситуацией, которая происходит вокруг нас. Зритель российский очень сильно изменился. Скажем, переход из советского зрителя в российский. Конечно же, был железный занавес. Было очень мало информации. Люди сегодня получают огромное количество информации. Очень много программ юмористических. И смешить зрителя тяжело. Но есть люди, которые могут расслабляться, раскрепощаться. И в цирке получают удовольствие. У вас в Рязани, вот у нас было уже два представления, я видел хохочущих мужчин как детей. И это очень приятно. Несмотря на то, что сегодня происходит в стране, люди могут все-таки немножко от этого отойти. Это здорово. Скажите, пожалуйста, совсем скоро Новый год. И программа у вас называется «Елка в цирке». Как вы создаете новогоднее настроение для ваших зрителей? Каким образом? Дело в том, что у нас первый раз в этом году в представлении участвуют наши дети. Дети артиста. То есть они целый год готовились. Занимались акробатикой, тянули шпагаты. Учились двигаться по манежу. Хоть они и маленькие 5-6 лет. Но мы впервые решили их попробовать именно на елке. И мы очень рады, что это случилось и в вашем городе, что они первые свои шаги сделали в Рязани. То есть они подготовились, им сказали, что вот вы будете на елках участвовать. И у нас вот двойной праздник, что и Новый год, и елки, и дети работают с нами. Ну и интересно. Это и для нас, и для детей. А Деда Мороз, Снегурочка на представлении есть два. Конечно, конечно. Новый год же. И елка зажигается. То есть небольшая сказочка у нас присутствует, что все-таки праздник. Хочется, чтобы настроение было у зрителей. Самое главное, знаете что? Все равно вот новогодние представления, они отличаются от обыкновенных, потому что мы чувствуем по зрителю, что зритель приходит уже с таким новогодним настроением. И пришли они попасть в сказку. И небольшой кусочек сказки, такой небольшой кусочек добра, мы стараемся им дарить. И я вам даже больше скажу, такой занавес приоткрою, секрет, что мы сами, когда выходим работать и видим вот эти открытые глаза, и в зале тепло. Просто тепло. И когда работаешь, с какой-то большей отдачей получается. Все равно новогоднее настроение, оно присутствует. Несмотря на то, что сейчас у нас будет с первого, с второго числа по одиннадцатой, будет по два представления в день. Да, очень тяжко будет. Но все артисты, да, они как-то не думают о том, что будет тяжко, они говорят, классно, здорово. То есть все рвутся. То есть для вас работа в праздники, это абсолютно нормально? Это обычное дело. То есть если люди отдыхают, в любые праздники мы всегда работаем. То есть это у нас основное время работы. Мы уже к этому привыкли. То есть приносить радость людям именно в праздничные дни. Да, у нас очень редко получается праздновать Новый год дома. Но вот в вашем городе, спасибо большое, всем, и дирекции, и администрации, нам дали два денечка, чтобы мы отдохнули и могли встретить Новый год. Многие ребята у нас, полпрограммы остается здесь, в Рязани будет отмечать, а, наверное, процентов до 50 тоже разъедутся по домам. Кто близко живет, это я из Брянска, мы обязательно поедем встречать Новый год с семьей. И первого числа уже мы приедем обратно, чтобы второго встретить зрителя. Что бы вы могли пожелать рязанскому зрителю в Новом году? Ну, во-первых, скорее всего, мы поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все, которые дела не успели сделать в этом году, они их все закончили и уже с новыми силами вошли в следующий год. Также здоровья, счастья, успехов, любви, ну и радости на наших представлениях. Всем добра, семейного благополучия, понимания, взаимопонимания. Любите друг друга и почаще улыбайтесь. Это очень важно в нашей тяжелой и суровой жизни. Мы всех вас приглашаем к нам в цирк. Приходите, пожалуйста. Всем немножко подарим тепла и немного волшебной новогодней сказки. Ну, давайте, наверное, скажем, до которого числа вы пробудете в нашем городе? До 11-го включительно. Ну что ж, мы надеемся, что залы будут полными. Мы вас поздравляем тоже с наступающим Новым годом. Желаем творческих успехов и всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин